Вот почему, привет, привет, друзья, почему иногда жалуются, что учёные якобы недостаточно сексапильные. Ну, я юморист, я юморист. Иногда дамы жалуются, что вот у меня там любимый, ну, он всё время в своей науке там, или там в своих художествах там, или там, ну, не знаю, чем он там занимается, что, ну, как мужчина он не очень. Послушайте, ну, есть, даже мне смешно, есть либидо, да, это энергия, и вот он её всю эту энергию как бы расходует там, когда там полотно какое-то пишет, или сидит свой научный труд, или там программу для компьютера создаёт новую. Так вот, дело в том, что, вот Чинский Михаил, ещё раз рекомендую, настоятельно, величайший психолог эпохи, да, он говорит о потоке, потоке. Потому что, оказывается, когда человек выходит именно, или там стихи создаёт, там, или музыку пишет, и попадает в поток, его конечное, вот это, конечное, соединяется с бесконечным. Поэт – это человек, который говорит с вечностью, и там происходит у него экстаз, экстаз. У Чинского Михаила так написано, но это уже экстаз, как и сексуальный оргазм, поэтому, наверное, эти учёные или поэты, которые там экстаз получают, когда они размышляют, или музыку пишут, или там диссертации свои, или там сидят, там, искусственный интеллект создают, там учатся, когда он в поток попадает, ну, как Фрейд. Вот, ну, жалко, что Чинский Михаил не жил в эпоху Фрейда, он бы с ним поговорил. Дело же, у Фрейда тоже было небольшое, ну, как сказать, надо бы уточнить, дело в том, что я об этом уже рассказывал, что у Фрейда не психоанализ, не анализ, важный был момент. А когда женщина или мужчина выговариваются, выговариваются, выговариваются поточно, как у Чинского Михаила. Они тоже иногда экстаз испытывают, их не остановить. Ну, там секрет, в чем у Фрейда-то. Я же говорил уже в ролике, вы смотрите у меня в Ютубе много темы. Я и про то говорю, и про искусство, и про то, как разгрузиться, и как снять напряжение, и как снять страх. Я же про все говорю, вы просто смотрите в Ютубе разные ролики, особенно ликбез бесплатный, вебинары, в зумбы ходите, вопросы задавайте. Я же много чего могу сказать, я же междисциплинарный. И вот послушайте, когда мужчина, когда мужчина входит в поток, у Чинского Михаила, он говорит, испытывают экстаз. То же самое женщина или мужчина в оргазме, но тоже экстаз испытывают. Ну, а потом, после этого, что они чувствуют? Они чувствуют, что они плавают там в облаках, в этой бесконечности, в этой прострации, безмятежности. Когда конечные контактируются с бесконечностью, с безвремением, безмятежностью. Они лучше понимают себя, а сама идентификация происходит. Так а Масутра все на этом построит. Я вам все объясню, все расскажу, вы только смотрите ролики по названиям, особенно вот ликбезы, выходите в зум, задавайте вопросы. Я вам расскажу, как помочь своему мужу или помочь жене или там любимой понять, какой вы сильный мужчина, несмотря на то, что диссертации любите писать или книги писать, или стихи сочинять. Да, расскажу вам, как вам помочь, что сделать для того, чтобы вы энергию перенаправляли из стресса, не только ликбезы, но и стресс. А стресс это какая энергия? Это как раз таки, когда конфликт внутренний между тем, что вы делаете, и тем, что хотелось бы делать. Между тем, что вы думаете, и хотелось бы думать. Когда есть конфликт, то есть противоречие, это вечный, постоянно возобновляемый потенциал. Потенциал – это мощнейший ресурс, который можно использовать по желаемому назначению. Перенаправлять, как в айкидо, туда, куда вы хотите. И испытывайте оргазм, и экстазм. И в этом, и в этом. И в потоке творчества, и науки. Ну, если надо, и в постели. Ну, конечно, не духом един, как говорится, жив человек. Вот, поэтому, друзья, очень важную вещь я вам сообщил сейчас. Да, я же обещал вам, что буду развлекать, что буду говорить умные вещи, и все в одном контексте, и в тексте, и на видео. Потому что то, что я говорю, имеющий слушать да услышать, имеющий слышать да услышать, я говорю очень просто, очень емко, очень лаконично, и очень многодисциплинарно. Потому что я человек междисциплинарный, разносторонний. Смотрите ролики. Да, очень интересно, правда, экстаз у Чинскен Михаи, когда он попадает в поток. И то же самое в оргазме. И почему жалуются, почему мужчины иногда, ученые, слишком погруженные в свои дела, немножко слабоваты, как мужики. А я вам дам советы, как сделать так, чтобы вы одновременно были и там, и там, и там посильнее. Да, вот это вот и все, друзья. До встречи.